Дегустацию школьного питания провели в 37-й школе столицы. Вкусы, качество еды оценили родители, директора школ и депутаты. За технологическим процессом наблюдала и наша съемочная группа. Рис с мясом и овощами, борщ и ватрушка с творогом – стандартное меню школьников. Больше всего я люблю щи и борщ. Нам дают выпечку, пиццы, ватрушки. Я тоже их очень сильно люблю. И в основном наши блюда всегда горячие. В 37-й школе Чебоксара обучаются почти 1200 ребят. И, пожалуй, единственное, от чего отказывается большинство – рыба. Они говорят, мы рыбу не любим. А ведь рыба красная, полезная для организма. И спрашиваю, а дома у вас рыбные блюда мама готовит? Они говорят, нет, у нас больше сосиски, у нас больше макароны. И поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы дети поели. И очень надо, чтобы родители были грамотными. Чтобы блюда были качественными, их надо приучать уже дома. И, конечно же, если дома рыбу кушает ребенок, постоянно видит это блюдо и здесь он будет кушать. Участники дегустации, в свою очередь, не только оценили блюда на вкус и внешний вид, но и проследили за технологическим процессом приготовления. Все расставлено по своим местам. Каждые блюда. Потом хранение продуктов, товарное соседство. Все по отдельным помещениям, по отдельным холодильникам. Это очень не понравилось. Потом санитарное состояние. Идеальное. Чисто все аккуратно, все блестит. Ни одной пылинки, ни одной саренки нигде не увидела. Подобные проверки не редкость. В 2018 году депутаты побывали во всех школах столицы. А уже в этом году, по независимой оценке Общероссийского народного фронта, чебоксары заняли первое место в Приволжском федеральном округе по организации горячего питания школьников. И третье по стране. Для того, чтобы качество питания соответствовало и не было никаких нарушений в организации горячего питания, у нас работает бракеражная комиссия, у нас работает родительский комитет. Хочу здесь подчеркнуть, что родители в каждом образовательном учреждении, в детском саду или в школе, после подачи соответствующей заявки в администрацию школы, могут выйти в образовательное учреждение и проследить, продегустировать, взвесить, если есть необходимость, посмотреть по калорийности, насколько соответствует блюдо. Кроме этого, семьи, признанные малообеспеченными, имеют право на льготное питание в школах. Нужно лишь предоставить справку. В 2019 году из бюджета города Чебоксары было выделено 67 миллионов рублей для того, чтобы дети льготной категории граждан были обеспечены бесплатным питанием. Таким образом, порядка 10 971 ребенка на сегодняшний день у нас получает либо 50% возмещения стоимости обеда, либо же 100%. Это решение принимает именно комиссия, которая организована при школе. Следить за питанием своих детей родители могут и находясь дома. Запущенное в 2018 году приложение «Школьная карта» позволяет это делать. Ольга Алексеева, Алина Сусметова, Бахтиар Велиев, Республика.